В марте 2020 года в Кыргызстане заработают новые правила дорожного движения. Предварительный текст правил был вынесен на общественное обсуждение. Прочитав его, многие водители увидели как плюсы, так и минусы новой редакции. Рассмотрим некоторые существенные изменения, которые могут сильно повлиять на каждого водителя. Вот как звучит пункт 6.2 в новой редакции. При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов, водители попутных, а при отсутствии разделительной полосы также водители и встречных транспортных средств, должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться. Сейчас в Бишкеке работает патрульная милиция, которая часто передвигается в потоки с включенными маячками исключительно для привлечения внимания, а не для требования проезда. Несомненно, все водители обязаны уступать дорогу спецмашинам на задании, но занять крайнее правое положение в правой полосе и остановиться не всегда выполнимо в городских условиях и при плотном движении. Вполне достаточно нынешней редакции уступить дорогу и только в случае необходимости остановиться. Пункт 9.5. Перестроение транспортных средств на перекрестке запрещается, кроме перекрестка, на котором организовано круговое движение. Перестраиваться на перекрестке теперь будет запрещено. Очень неудобный пункт, сильно ограничивающий маневры водителей при построении маршрута. Многие наши перекрестки невозможно проехать без перестроения. Например, перекрестки, на которых при въезде есть три полосы движения, а на выезде их уже две. Как их проехать, не перестроившись? К тому же определить, было ли перестроение на данном перекрестке, очень сложно, так как на перекрестках обычно нет линии разметки. В ПДД Российской Федерации такого пункта нет. Пункт 9.19. Движение задним ходом запрещается на перекрестках, в темное время суток, в условиях недостаточной видимости. Обратите внимание, запрещается движение задним ходом в темное время суток. Такого пункта нет ни в каких правилах стран Таможенного Союза или даже странах мира. Например, как выехать с парковки в темное время суток, не нарушив ПДД. Пункт 19.6. Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на проезжей части двухполосной дороги напротив стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства. Также запрещается остановка и стоянка на проездах во дворах со стороны прилегающей к жилой застройке. Этот пункт очень сложно применить в наших условиях, так как в спальных районах города зачастую нет специально отведенных мест для остановки и стоянки. Многие владельцы автомобиля не имеют возможности оставлять свой автомобиль в положенном месте. Сначала было бы хорошо решить вопрос с парковочными местами, а уже потом вводить такие ограничения. Также в новой редакции отсутствует описательная часть для многих знаков и разметки. То есть не указали зону действия знаков, на кого распространяется действие знака и прочие основные понятия. Хотя все это прописано в ГОСТах, на которые ссылаются новые ПДД, эта важная информация отсутствует в новой редакции правил. Возьмем, к примеру, знак 3.20. Обгон запрещен. В странах таможенного союза, а также в ГОСТах для этого знака есть некоторые исключения. Например, допускается обгон транспортных средств, которые движутся со скоростью менее 30 км в час. В новой редакции ПДДКР никаких пояснений нет. Это значит, что если в зоне действия знака 3.20 будет ползти трактор со скоростью 5 км в час, обогнать его вы не сможете ни при каких обстоятельствах. Несмотря на недостатки, в новой редакции ПДД есть также и положительные изменения. В определение «Уступить дорогу» добавили оговорку, которая позволит обжаловать штраф с камер безопасного города, если вы наедете на разметку, например, пропуская скорую помощь. Следующий полезный пункт 11.1 – темное время суток или при недостаточной видимости дороги. Скорость движения должна позволять водителю остановить транспортное средство в пределах видимости дороги в направлении движения. Все мы помним недавнее видео «ДТП в тумане». Видимость 30 метров, но фура едет положено 90, и как результат – ДТП. Некоторым нужно это правило прописывать, в то время как другие и так это понимают. Пункт очень полезный. Добавили формулировку в описание знаков 5.15.1 и 5.15.2. Теперь этот пункт звучит так. Конфигурация стрелок может быть изменена в соответствии с конфигурацией конкретного перекрестка. Это специально для тех, кто считал, что если в ПДД на картинке нет такой конфигурации стрелок, то и такого знака не существует. Этот пункт вопрос закрыл. Дневные ходовые огни приравняли к ближнему свету фар. А также в новой редакции отсутствует требование включать ближний свет фар при движении в ненаселенных пунктах. Пункт 20.4. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу, велосипедист должен вести велосипед рядом с собой. Очень хорошо, что прописали этот пункт. Теперь велосипедисты, приближаясь к пешеходному переходу, должны спешиться. Возможно, наездов на велосипедистов будет меньше. Возможно, вы заметили еще особенности, которые можно было бы улучшить в данном проекте. Своё мнение по новой редакции правил вы можете писать на сайте joldo.kg в рубрике PDD-2020 «Обсуждение». Разрабатывая новые правила, неплохо перенимать опыт других стран. Но нужно также учитывать и отличия дорожной инфраструктуры, экономики и прочие вопросы. И не использовать то, что нам не подходит. Мы надеемся, что это не окончательный вариант текста PDD, и составители учтут данные предложения и замечания к проекту.